По поводу последних дней, последних пяти дней его жизни. Дело в том, что мне позвонил наш директор Мирон. И говорит, я ухожу, но здесь девочка позвонила, сказала, что у неё документы Коли Васина. И она принесла. И пожалуйста, встретись с ней и узнай в чём дело. Я встретилась, молоденькая девушка, и говорит, даёт мне документы Коли, паспорт, заграничный паспорт, портмоне, все эти карты там банковские, там ещё что-то. То есть, короче говоря, полный, так сказать, вот как обычно у человека. И два доллара было портмоне, это я уже потом посмотрела. Я спросила, документы все мокрые. С них вода течёт. Говорит, мы выловили их в Неве. Как в Неве можно выловить? Ну, значит, то ли на приступочке там бросили где-нибудь, так я предположила. И так как вот Коля Васин, как бы вот известный в молодёжных кругах, тоже молодёжи приходит очень много, вот. И я так поняла, что она не такая поклонница была, Васина. Но кто-то ей сказал, и она как честный человек, и всё, она выяснила по интернету, где, что, как, и вот принесла эти документы. Принесла, отдала мне. Ну, я думаю, ну, может быть, у него вытащили эти все документы. Ну, как у человека избавляется, деньги вытащили, а это выбросили. Вот. Поэтому я сразу же, я взяла документы, сразу же позвонила Коле. А, то есть он ещё живой был? Я же говорю, за пять дней. Это какое число было? Так позвонили Коле и что было? Это практически сразу после дня рождения. Или в день рождения даже. Вот так вот. Он получил к себе обратно свои документы. Подожди. Я позвонила Коле и говорю, Коля, мне принесли твои документы. Они у меня, они все мокрые. Когда тебе можно их передать? И что меня поразило, совершенно инертный голос. Да? Ладно. Ну, я завтра буду. Я говорю, хорошо, тогда я их все высушу. И я проложила бумажкой, потому что прямо гладить нельзя. Все высушила, и на следующий день Коля не приходит. Я звоню, он не отвечает. Я позвонила вечером. Так вы на мобильную звонили? Да, на мобильную. Причем связь такая. Значит, там гудки раздается, потом говорит, связь установлена. То есть это через. Вот. Отвечает мне Коля. Я говорю, Коля, у меня документы все высушены, все находятся. Когда ты будешь? Опять задумчивость. Нет, я буду завтра. У меня такая мысль закралась, что мобильный, я никогда его голос по телефону не слышала, и поэтому закралась мысль, что не он отвечает. Очень странно. По телефону, да. Поэтому я очень спрашивала, когда до полиции, потом, значит, а получилось, что на следующий день, 29-го числа, значит, а, 29-го, где-то часов в 6 вечера, мне наш дежурный говорит, а у Коля Васина свет горит. Я стала звонить, стучать, ну, в дверь. Он не отвечает. Я позвонила по телефону, он ответил мне по телефону. И опять он сказал, я завтра буду. Я говорю, Коля, я никому документы твои не отдам. Я отдам только тебе в руки. Лично тебе в руки. И совершенно, еще более инертный голос. Хорошо. Завтра буду. Опять та же самая фраза. И все. И 20-го, 30-го числа, значит, забегали, значит, люди, опять молодежь, а что с Колей случилось и так далее, и рвутся в его дверь. Я говорю, его нет, он не пришел. А вот не он ли упал, потому что сообщили, что вот упел неизвестный мужчина, и у футболка храм на нем. Как, что, я пошла к Мирону нашему, директору, действительно, взяли в интернете, посмотрели, там показано тело мужчины лежащего, но лицо замазано, но по фигуре, я говорю, Мирон, по-моему, очень похоже, фигура похожа. Вот, ну, маленькое все. Я взяла все документы его, я говорю, я пойду выяснять. Ну, и получилось так, что в центральном районе Петербурга осталось только два отделения милиции. То есть я ходила там в интернете, еще сведения есть, я целый час, в общем, до Чехова, на улице Чехова отделения, добралась там через несколько закрытых отделений. Они говорят, мы этим делом не занимаемся, этим делом занимается следственный отдел Петербурга. Я говорю, где? Следственный комитет. Следственный комитет. Они мне сказали, и в 6 часов вечера я приехала в этот следственный комитет. Но я не стала говорить уже, что у меня документы, так как там были фотографии, как вот на паспорт фотографировать, вложены в этом. И я там, в дежурном, их три человека сидела, я говорю, извините, пожалуйста, вот тут сообщение в интернете. Вот тут вот я даю фотографии, и мы предполагаем, что это Коля Васин. Посмотрите, пожалуйста. Наверное, минут 30 они рассматривали, но мне не видно, там, за загородкой такой вот. Вот. И минут через 30 они сказали, похож. И вам надо встретиться со следователем. Но сегодня суббота, значит, поздно, следователя нет, воскресенья его нет, поэтому в понедельник, пожалуйста, вот вам телефон, вот адрес Некрасова. На Басковом переулке. Да, 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 на Ковенском. Басково переулке. Или Басково. Басково переулке. Вот. Ладно. И в воскресенье вечером ко мне приходит вот Миша, племянник Ярослав. Приходит, видимо, жена брата, такая пожилая женщина, еще кто-то. Да, вот. И они говорят, что они были у следователя, значит, уже дали, что у меня документы, все это. И вот. А я знаю, что в таких случаях это же, извините, криминал, все-таки, все равно надо расследовать. И поэтому я говорю, документы я вам так отдать не могу, потому что, может, следователи там что-то найдут для себя нужное. Вот. И если бы я знала, что следователь сегодня у себя, я бы пошла туда. Ну, мы поговорили, нормально поговорили. И, значит, Михаила не было, Ярослав был. Михаилу звонили, он потом приехал. Вот. Ярослав был, извините. Вот. Это внучатый племянник. Вот. Симпатичный, нормальный человек. И он говорит, значит, завтра в понедельник у него назначена встреча со следователем. И, значит, тогда мы договорились, что они звонят, и я подхожу. В итоге понедельник до вечера проходит. Я уже звоню Ярославу, говорю, как. Следователь перенес встречу на вечер. На семь вечера. Потом следователь перенес на следующий день, опять вечером. Ночью на следующий день уже, так сказать, мы уже встретились у следователя. Ярослав, еще там, и, значит, и вот я. Я следователю вот это вот все рассказала, дала документы. И думаю, ну они спросят тоже. И я никого не пускаю в коле, потому что, думаю, может, там тоже что-то надо смотреть следователем, чтобы ничего не нарушить. И никого не пускаю, ключи не даю. У нас запасные ключи. И следователь берет документы вот так вот и отдает тут же родственникам. Вообще балленно. Вот так вот. И я следователю говорю, извините, пожалуйста, а вот при нем что-то было, потому что не ключей от мастерской. Мы как раз хотели спросить. Да. Я задала следователю вопрос. Мобильный. Где? Говорит, у него мобильника вообще не было. Как не было? Мне потом сказали, был у него мобильник. Вообще-то не было. И так ключи неизвестно где. Вот сакраментальный вопрос. Ключи. Вот. Если бы у него были ключи с собой, это бы что-то много объясняло. А поскольку у него не было ключей с собой, это вообще загадка. Поэтому мы опечатали до сих пор. Все это я проверяю, что отпечатано. И только вот Сережа скажет, как я его не пускала туда. Никому это не надо. Следователи не хотят... Нет, там очень много людей приходили, рвались, откройте там еще что-то. Нет, хороших вопросов много по его. И следователю, когда вот я стала наставить, что не может быть так, он говорит, при нем была записка. Какая записка? То есть они родственникам показали, как бы, и потом Ярослав сказал, да, они подтвердили, что написанное собственной рукой. Что... Ну, в общем, смысл такой. Они мне как-то так передали, что... Все. Никого не винить. Есть она на фото. Да. Вот. Есть это написано. Что бывает такой момент, когда у человека, ну, будем говорить, вот буквально такой момент, когда кто-то заклинивает, и он совершает самоубийство. Если в этот момент человека остановить, он бы этого не делал. Рядом с ним, вот... Никого не оказалось, да. Никого не оказалось. Сейчас, конечно, не заметили. Вот еще к вам вопрос я хотел задать, прежде чем, так сказать, еще добавить то, что Станин сказала. Не знаете ли вы, как у него начала возникать мысль, или возникла мысль о том, чтобы от пластинок перейти к консамблю, вот к этим концептам, к которым мы уже как бы привыкли, и уже считаем неотъемлемой частью, да, нашего города достаточно много лет. Но как это произошло? Ведь когда люди там на пластинках зациклены, да, он крутит, и все, вот, достаточно. А он же активно начал этим заниматься. Вот как это произошло? В какой момент? Трудно сказать, знаете. Я, наверное, в творческий зампост на лес, и вот в этих нюансах... Володя, а ты как думаешь? Вот что его толкнуло, вот, отойти от пассивного прослушивания, именно к активному такому действию, которое, в общем, ему и денег особо не носит. Волголе был человек-праздник. Он любил битлов по уши, и даже выше. Ну, люби, на здоровье, слушай, потихоньку. Он их боготворил. Все, да, пожалуйста. Он их боготворил, и поэтому он, как праздник для души всех битломанов, он решил устраивать эти праздники. Когда-то у него родилось, по-моему, это с конца 70-х где-то. Нет. Давайте я скажу это, ребята. Лучше всех об этом Володя Рикшан расскажет, чтобы было понятно, да. Значит, Володя, ну, вы знаете, лидер группы Санкт-Петербург, это одна из самых известных групп в свое время. Мы с ним одного возраста. Единственное, вот я при политехе, а он при университете. Он тоже, так же, как я, я доцент. Он тоже что-то доцент или профессор, я не знаю. Была история такая еще в 69-м году. Эту историю все знают. Это когда, кстати, разогнали в политехническом инстудии «Фламинго» выступал. Это вообще, вообще, честно говоря, когда вот мы вот это все снимаем, мне хотелось из этого сделать... Да, ну, давайте я несколько слов хотя бы скажу об этом. Потому что это важное, ребят. Скажи, скажи, скажи. Мне хотелось вообще вот из этого... Мне настолько нравится, как все говорят о Коле, и вообще видео, которое мы с вами делаем, потрясающее видео, интересно. Здесь не надо никакой обработки, ничего. Потому что люди собрались все. Все заслуженные художники, музыканты, поэты... Кого учить говорить? Все умеют говорить. Все умеют говорить. И вот я вспоминаю тоже. Мы же бывшие музыканты, Валера бывший музыкант. Он сейчас с этого начинает. Представься, Саша. Ну, вообще-то я доцент, кандидат в науку. Извещал диссертацию в политехническом инстудии. Это давно все было. Завут такая. Бывшего конрольчика я играл в группе... Я есть у Андрея Баулаки в энциклопедии в этой... А как вас зовут, юноши? Это Травин Александр Игоревич. Травин Александр Игоревич. Я привык снимать. Там вот есть? Есть вот какая-то... Вот. И вот что я хочу сказать, значит, по этому поводу у него. В 69-м году, когда вот разогнали весь рок-н-ролл, это политическая суть, играла группа Фламинго. Вы, наверное, знаете, когда запретили рок-н-ролл. Примерно в это же время, в 70-м году, приезжает... А у нас, извините, Битвус, там, Ильба, другая команда. И такого невероятного не может быть. Приезжает группа Скальды. Вот мы все знаем, что Скальды. Представляете, там, и они устраивают, и кто устраивал? Рикшан вместе с Колей. Из-за этого у них, кстати, трение. У Рикшана все в книжке написано об этом. У них из-за этого трение. А кто главный это организовал? Тогда она начала организовывать эти вещи. Они собирали там во 2-3 рубля, и вот они там собирались. И вот это... И устроили несколько свечных. Потому что у группы Скальды, извините, была профессиональная аппаратура. А мы все играли музыкантом. Мы сами собирали колонки. Гитары собирали сами. Все самопал. Усилители. Ту-100, значит. Потом динамики. 4-32, 2-11, 2-9. Это низкочастотники динамики. Мы потом обязательно... Вот Володю Васильеву пригласим. Потому что Володя в это же время, мы с ним тоже одноклассник. И споющий гитар. Да, потом обязательно это сделать. Это Володя Суворова потом. Это 70-е, 76-е годы. Вообще интересно поговорить о рок-н-ролле поговорить. Как, в 76-м году? В 74-м году? Нет, раньше. Скальды раньше. Скальды раньше. Они приезжали, я был, по-моему, в 74-м. Это 71-й, раньше. Нет, это год. Мы играли, вообще не задирай нос, играли. Вот именно поляков. Знаете, известные песни, не задирай нос, и многие другие. Вот это. Потом хочу несколько слов, вот я Родика добавить хочу. Так получилось, да, когда мы передачу хотели снимать, мне пришлось раньше приехать немного, потому что они задержались, пробка была в машине. Я приехал хорошо. И я примерно полчаса ждал с ним там. Вы знаете, я хочу вам сказать, я удивляюсь, что люди этого не знают и не понимают. На лице может быть улыбка, а внутри у меня, извините, бурлит. Надо это понимать. Человек это не просто лоб, это вообще сложное существо. И вот когда я сидел, мне надо как-то с ним разговаривать, а он злой, значит, просто. Я ему говорю, вот Родик живет на улице Ленина, он слышать не может, он аж взвивает. Вот почему? Он сказал, что неправильно сделали там улице Ленина. Нельзя. На одну в боку подвинять. Так я поэтому сделал. Я поэтому сделал вот эту картинку. Я сейчас объяснял. Коле бы точно не понравилось, потому что он даже не выносил этого. Следующее. У меня бабах второй прокол, пока Родика не было. Я говорю, а сейчас говорю, у него музей, говорю, на улице Ленина. Я еле-то сидел до конца, честно говоря, у меня тоже достоинство и самолюбие. Я вообще хотел бы уйти, но мне надо было дождаться, и я его дождался. Родик приходит с хорошим настроением. Довалили просто. Дарит ему пластинку. Он любит Эллиса Пресли. Вот вон в Севисе там, Эллиса Пресли дарит пластинку. Я говорит, не поеду, и все. Родик дарит. И вдруг Родик допускает еще одну, третью ошибку. Родик так было все. Третья ошибка допускает. Вдруг он упоминает Йоко Оно. Это был конец все. Здесь он буквально вот так взорвался, понимаете. В последнее время он терпимо относился к ней. Я ему подарил книгу, письма Йоко Оно. Он первый раз отказался, а второй раз и принес его. Ну ладно, я кому-нибудь переподарю. Ну, плохая книга. Слушай, может он мне ее же подарил. Может мне переподарил. Потому что там Йоко вся зачеркнута во всей книге. Я сейчас, я сейчас пойду снимать, я вас только вот... А я ему. Вообще, вообще, вас хочу всех поблагодарить. Я хотел, чтобы у нас было живое обсуждение. Чтобы это не было, извините, как на телевидении, вот там кто-то. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы живое обсуждение. Чтобы живое говорили. Куда живешь? Вы правильно поняли, у него между пластинками и концертами была продюсерская деятельность какая-то небольшая. Ну, он вообще, организатор, так сказать, давно занимался. Вот я к этому и веду, да. То есть он не сразу перепрыгнул до концерта. Конечно. А он предварительно занимался еще... Конечно, конечно, да. Потому что у него были какие-то наработки, да? Он много раз за границей ездил, в Ливерпуле... Я больше не буду говорить. Вы сами разговаривайте, потому что кто-то должен снимать. Я буду снимать. Давайте, мужики. У него там шутки, друзья. А по поводу скальцев, они в мускомедии играли, первый концерт. Скальцы, они в школе, на улице Восстания. Это Рикшан, Рикшан расскажет, как это было. Да я могу тебе сказать. В мускомедии. Ну, все-таки, кажется, семьдесят. Да, в школе, там, стер-сэшн был на этой самой, на улице. Рикшан расскажет, они вместе были организаторами. Ну, по-своюльчику снова расскажут. Кто против? Организаторами. Извините, Радикова. Там снимаешь, да? Да, я все снимаю. А вообще, ребята, я хочу сказать. По поводу Коли, встал вопрос, там работает, и работает. Однажды он мне сказал, что я очень горжусь тем, что ни одного часа, ни одной минуты не проработал на советскую власть. Он никогда не работал. Это первое. Он ненавидел, конечно, советскую власть, как и, может, многие из нас. Вот, опустил этот момент. И когда к нему приходил кто-нибудь с бутылкой шампанского, я был свидетелем одной из таких, как бы, встреч, приносил с радостью, он смотрел, советская, выйди вон. И бедный человек выходил, не знаешь, что делать, и мы давали ему нож, и он быстро соскабливал. Эту накреку, потому что жапанского-то жалко. И заходил обратно. Советского ничего не было. Коли был очень принципиальный человек. Он был за полную свободу, за волю человеческую, понимаете? Сергей, а что по музею-то говорил? Вот человек, который тоже очень хочет организовать музей. Я вас обещал сегодня познакомить. Кого ты имеешь в виду? Я имею в виду Роберт. Нет, ну, ребята, у меня такая идея, что где он жил, где он жил. Там должна была оставаться память вечная, короче. Во-первых, организовать, вот мне кажется, где он жил, это маленькая часть филиалов. И вторая, вот сейчас, где книжный магазин, достаточно большая площадь, хотя бы первоначально. Какой книжный магазин? А уже нет книжного? Да, давно уже. А что там? Это же другое. Да, ну, кафе, клуб, фиш-вабрик. Ну, может, кафе как-то, как-то, или еще, но это от воевать бы, вот это вот. Да, воевать не надо, там все мое. Ну, ну, тем более, тем более должен. Экспортируйте друг друга. А кафе-то как, как? Подожди, ну, тогда ты должен это кафе организовать имени Коли Васина, там, или еще что-то. Первый, дорогой, давай вспомним Коли Васина. Вообще, если такая инициативная группа, по храму, давай сразу договоримся. Под Коли Васину должна быть инициативная группа. Есть, значит, тогда... А чем доложить? Можешь. Вроде, а чем доложить? Ну, сейчас, сейчас доложим. Значит, во-первых, мы, ближайшие соратники, конечно, больше, но, тем не менее, Гриша там, Лябин там. Мы собирались на эту тему. Собираюсь с Мишей, наследник, официальным наследником, которым где-то в конце февраля, а полгода, понимаете, должно быть. Он должен наследовать все, что Коля оставил. Кроме, как вы говорите, там, футболки и штанов, он много чего оставил, на самом деле. О, я у многих хороших портретов остался. Джона Ленна, Игорь Майорова. Они ценнейшие. Вот это все входит в коллекцию, так называемую коллекцию, которую собрал Коля. Вот, она целая абсолютно. Вот Таня, она хранила, никого туда не пускала. И не пускаю. Даже меня не пускала, можете себе представить. Ну, мы там еще выясним эти отношения. Вот. Короче, Гай, значит, все это находится в арт-центре Пушкинской, 10, который организовало товарищество «Свободная культура». Которая объединяет неофициальных деятелей культуры, ну, можно сказать, сейчас бывших, да? Поэтов, художников, музыкантов, актеров, известных, так сказать, во всем, так сказать, мире и в нашей стране. Вот. И Миша Васин, он, значит, все это передает нам. Все это, назовем, торжественное. Если официальные документы передать. Да. Будет. Ну, здорово. Ну, как только он вступит в права. Среди нас находится адвокат. А не разворудить потом? Вот вопрос. Да нет. У нас принято вообще. Если мы с Данией, то нет. Я. Еще один вопрос на камеру. Дальше. Да, да. Поскольку Коле Васину, он всегда утверждал, был обещан и даже, кажется, формально оформлен участок для храма, нельзя ли поднять снова этот вопрос перед городом? Обязательно. Нет, никак. Сейчас я вам объясню. Почему? Значит, официально у него закончилась аренда, и он ничего не сделал. По условиям аренды, срок дается, арендатор либо должен сделать, либо он теряет право на эту площадь. А как-то возобновить, если территорию... Сейчас, секунду. Значит, поскольку он потерял право, то нашелся следующий, которого зовут Алла Пугачева. А, да, это да. Да. Алла Пугачева на этот сразу. И Валюха Стакан, которая была у нас губернатором, она сразу же по знакомству ее этот участок передала. Да, да, да. Значит, Пугачева тоже мариновала этот участок определенное количество времени. Уже ей нафиг не нужно. Да, ей дали на пять, она восемь мариновала. И потом сказала, нет, все, там ушли инвесторы, у меня денег нету, я бедная женщина. И все. И там сейчас сделана, уже сделана застройка жилых домов. Поэтому говорить о том, чтобы на этом месте что-то, это надо сломать эти дома, а потом уже... Надо попросить другой участок. Другой, конечно. Дальше, дальше я хочу продолжить, закончить тему, ребята. Я хочу, давай, Сергей, извини. Значит, короче говоря, у нас есть проблемы. Но сначала надо опустить волну. Тише. Мы здесь для этого перебивать. Сергей говорит. Извините. Погоди, он главный. Он-то главный. Он... Я же тоже не буду нарушать, раз он главный. Вы выступаете, а он перебивает. Володь, Володь, ну не сердись, пожалуйста. Володь, пожалуйста. Слушайте, ребят, хочу закончить тему по поводу наследия Васина. Короче, правлением которого существует, товарища Свободная Культура, на Пушкинской 10, принято решение, запротоколировано. Мы принимаем дар наследника Коли Васина, Гриши Васина, и оставляем то место, где он существовал, в своей коллекции, за Колей Васином в пользу организации Битлз-квартиры Коли Васина именем. Примерно так. Вот решение запротоколировано. Далее, вот Гриша ушел, как мы обсуждали вместе, далее мы должны образовать попечительский совет. Да, из людей, которые заинтересованы в этом вопросе, да. И развивать, первое, значит, предложение, еще не запротоколировано, предложение возобновить деятельность офиса храма. То есть приема людей, которые будут... Второе, или, я бы сказал, второе, первое, создать архивацию всего того, что там было. То есть описать все это, чтобы ничего не пропало. Понимаете, это очень главное. Мы уже приглашали профессионального архиватора, который нам подсказал, как это надо делать, профессионально. Вот, наверное, мы двинемся по этому пути. Третье из того, что мы будем делать, это издание книги Коли Васина «Вечный календарь», которую он уже создал. Она уже лежала у Кузьминского. Типографии, да. Да, было 25 экземпляров, но надо сделать больше, если вы понимаете. Нашелся человек, сейчас не буду озвучивать, который сказал, что оплатит. Вот я сделал, не сделал, заказал смету, как бы, этому издателю, она есть, и переправил там ребятам, сколько там это стоит. Сейчас ведутся переговоры, кто, в конце концов, заплатит. Некоторые высказали там, не буду называть имен, что они тоже хотят поучаствовать в финансировании этого дела. То есть, я думаю, что книгу мы это издадим. Это первое, наверное, что мы сможем сделать в памяти Васина, издать, наконец, его «Вечный календарь». Вот таково положение дела. То есть, мы двигаемся вперед, мы собираемся… Еще один вопрос. Просчитана ли сумма строительства подобного храма? Нет, это невозможно. Нет, это уже не компетент. Проекты нет. Инфляция идет каждый день. Нет, просчитана. Была просчитана. Но у него первоначально было 50 миллионов долларов. Вот один вопрос, Сереж. Подождите, подождите. Ну, дайте сказать, как быстро. Для меня ушло куда-то. Ну, дай сказать человеку, милый мой. Сумма была просчитана. Вначале, первоначально, в общем-то, 50 миллионов. Но потом уже, с учетом инфляции, он сказал 75. И уже даже под 100 миллионов. Я говорю, Коль, ну это же нереально. Вообще, что-то, что? Ну, такая инфляция. Да, да. Валера, извини, я переливаю. Вот, Роберт говорит, 50-то. Помнишь, мы когда были на последнем, вот, 18 июня, Пола Маккартни, дня рождения, в Тарховке, с Колей? Ну, да. Я тогда, Коля, сказал, что, мол, типа, вот, если бы был Маккартни, он бы представил тебя перед королевой, чтобы ты получил звание сэра. Помни, помни, твое. А Коля сказал, Володя, мне никаких не нужно сэров звание, я это все ненавижу, не люблю. Мне бы 200 миллионов. Вот, видите, же, на таксу. И я бы уже, вот так, вот так, расслаться. Я сейчас поясняю, Коля не деловой человек, он, высказываете, 200 миллиардов. Нет, да, да. Вы понимаете? Ну, 100 миллионов он говорил, честно. А давайте Холменко это слово дадим, все говорили, а Володя вообще еще не говорил. Давайте, Володенька, давай, давай, Володь. Дорогие друзья, сейчас перед нами выступит замечательный поэт и прозаик. Музыкант, композитор он, музыкант, композитор, и писатель-поэт, писатель-поэт. Рудольф Израилович, я вас люблю и уважаю. Давайте помолчим. Вот книжка у нас с Робертом вышла, Роберт делал обложку. На этой обложке изображен Кришна Пушкин, картина. Кришна Пушкин называется. И он ее вручал Елизавете Второй, королеве, на 80-летие. Это сколько лет прошло уже? На 80-летие. В 2006 году. И она все еще читает. Вот, честь хвала Робертова, что он этот шедевр нарисовал. Ну, письмо благодарю, что получил от ее величества. Да, письмо благодарю. Нарисовал, а еще украсил обложку моей скромной книжонки. Вот здесь я поставил стихотворение о встрече с Колей Васиным, когда мы шли на день рождения Джона Леннона с ним, на Олиговку 53. Вот. Тем более, Татьяна Баранова ухаживала за кошечкой. Она здесь упоминается. Еще упоминается здесь, в этом стихе, портрет Игоря Евгеньевича Майорова. Это гениальный, шедевральный художник. Он живой такой, прям сказочный. Ушел в 40... Энергетический такой, в 40 с лишним лет. Ну, неважно. Ну, и вот Роберт подарил тогда Коле Васину портрет работы Игоря Майорова. Не тогда, раньше. Это у тебя Брюс? Ну, да, ну, примерно. Он уже висел, да? Ну, да, да, висел. Давай, давай, давай. День рождения Джона Леннона на Олиговском 53. Раз постучали мы в окошечко на Олиговке в храм Джона Леннона. За шторкой показалась кошечка. Расцветка просто офигенная. Стояли я и Роберт Габбитов, фураж не сняв от обалдения. Так и вошли во храм святых бетлов. Отметит Джона день рождения. Обнял вас Коля Васин, бетломан. Прикольный, стрёмный, обаятельный. Дай миру шанс. Звенел, гудел стакан в кругу бетловских почитателей. И тут портрет живой со стенки нам сверкнул очечками. До скорого портрет известный Джона Леннона работы Игоря Майорова. У нас, извините, ещё немножечко. А, второй нет. Володя, ей или мне? Сейчас, минутка. Вообще-то из Сиргунья было подарить. Извините, я просто дополнил к Джону Леннону. У нас работал человек, который внешне Джон Леннон. И он под это даже вот работал. И очень часто, значит, посетители, когда его видели, обалдевали. И, значит, сфотографировали с Коля Васин, этот человек и посетители. А, может, настоящий Сиргунь был, он в ДД посмотрел. А, может, он проетал. Ведь Леннон же жив, я даже знаю все. Он же ведь как и Элл. Да, Коля всегда говорил, что он живёт в Италии. Он живёт. На острове. Он всем рассказывал, да, на острове в Италии. Он живой, да. Да, живой. Он так сердился. Да, 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 точно, точно. Когда он не жил Леннон, он прям... Выучил русский язык. Да, 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 да. Что вы говорите? Он живой, да, он живой. Он в Италии живёт. Я с ним недавно встречал. Да, 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 точно, точно. Я к нему в гости ездил. Роберт, слушай, классная вещь. Спасибо. Как художник художнику. Да, спасибо. Вот так. Володь, ты что, ушёл? Да нет. Нет, он на сцену идёт, на сцену, я так понимаю. Нет? Вот. Так, вот. Товарищи, друзья, господа, друзья. Есть ли информация, обращался ли Коля официальным органам и чем это закончил? С чем он обращался? В конце уже там, идёт. Ох, его с этим глава. Не слышат пока. Я знаю. У вас нет информации, да? Нет. Так, у тебя нет информации? Нет информации. Нет, не добыть. Так, скажу, по-моему, козаком, чтобы... Еще извините. Нет. А, должен помогать. Серёга, спрашиваю у тебя. Важный вам... Сейчас, освободимся. Да, молодец. Что-то пришло. Её понравилось, что-то. Ну, по-другому, прикажешься. Ну, по-другому, прикажешься. Да, да. Давай, вперёд, закрой перейти. Еще один. Если передать тебе. Продолжение следует...